Я приветствую вас, с вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса по развитию стратегического мышления. Я приглашаю вас в серию видеоуроков, которые позволят вам развить этот навык. Стратегическое мышление – это способ с уверенностью смотреть в свой завтрашний день, зная, что каждое ваше действие, каждое ваше слово, каждое ваше проявление в целом ведет вас к достижению ваших целей. Стратегия есть у каждого. И очень важный вопрос здесь заключается в том, это стратегия его жизни, которая продвигает его в направлении его задач, или это стратегия, которую вложили в него другие. Хочу сказать пару слов о том, для кого этот курс. Этот курс и для тех, кто работает в найме, и для тех, кто является предпринимателем, да даже для домохозяек, для студентов, школьников. Честно говоря, если провернуть время на 10 лет назад, я бы с большим удовольствием и сам хотел ознакомиться с этими материалами, которые вас ждут. Вы просто представьте, если мы возьмем школьника, студента, да кого угодно сотрудника в найме, как будет он проявляться, сколько мотивации будет в его действиях, какое видение у него будет себя, и у него не будет вопросов в том, чтобы что-то делать или не делать. Я зачастую слышу о том, как говорят, я учусь в институте, не знаю зачем, чтобы, например, удовлетворить потребности своих родителей. Я хожу на работу, чтобы получить зарплату и все. Мы не приучены к тому, чтобы думать наперед. Мы привыкли жить сегодняшним днем и только. И стратегическое мышление позволит вам предугадывать будущее, позволит вам извлекать максимум пользы из каждого момента этой прекрасной и ценной жизни. Вы наверняка знаете, что наша жизнь состоит из тех решений, которые мы принимаем изо дня в день. Я сегодня, например, это результат тех решений, которые я принял вчера. Я завтра – это результат тех решений, которые я приму сегодня. И все решения делятся на две большие группы. Это тактические решения. Это те решения, которые мы принимаем, исходя из тех обстоятельств, в которых находимся, когда мы реагируем на эти обстоятельства. И стратегические решения – это те решения, которые мы принимаем, несмотря на обстоятельства. И тактические решения, их задача всего лишь в том, чтобы воспроизводить обстоятельства. Они не позволяют выйти за пределы системы, а стратегические решения позволяют. Итак, первое, с чего я хочу с вами начать – это история, притча о силе намерения. Я эту притчу напоминаю себе примерно один раз в день. Давным-давно небольшой отряд под началом полководца был окружен войском, которое было многократно сильнее его. Воины уже устали и чувствовали, что их, скорее всего, ждет последний бой. И полководец, а они были окружены в небольшой деревушке, где стояла церковь, сказал им, я сейчас отправлюсь в церковь и некоторое время буду там молиться часа три или четыре. И когда я выйду, я подброшу монетку. Если будет орел, мы одолеем нашего врага и вернемся к нашим семьям. Если будет решка, что ж, мы пойдем смертью храбрых. Представьте, какое напряжение царило в том отряде. Каждый был взволнован не на шутку. Минуты тянулись часами, пока полководец был в церкви. И вот, наконец, эти три часа прошли. Полководец выходит из церкви, подбрасывает монетку и видит орел. Ликованию не было предела. Прошло некоторое время, как они действительно одолели врага, который был сильнее, больше их по количеству воинов. Прошло некоторое время, и адъютант подходит к полководцу и говорит, «Воистину, сударь, мы ведомы судьбой». Полководец ему отвечает с улыбкой. Да, это действительно так. И показывает ему монету, у которой по обе стороны орлы. Итак, мой уважаемый зритель, мой товарищ, который сейчас смотрит, смотришь этот ролик. Первое, с чего я хочу с тобой начать говорить, это о силе намерения. Определи для себя, а почему тебе было бы важно начать работать на стратегии твоей жизни. Подумай заранее, какие возможности для тебя это откроет. Подумай о том, какие преимущества для тебя теперь будут возможны, благодаря тому, что ты проработаешь стратегию своей жизни, которая будет пространством для постановки и реализации твоих целей. Итак, первое видео подходит к своему завершению. Хочу подвести маленькое резюме. Наша жизнь – это совокупность принятых решений. Все решения являются либо тактическими, либо стратегическими. Тактические решения – это те, которые мы принимаем под давлением обстоятельств, а стратегические решения – это те, которые позволяют нам выйти из сложившихся обстоятельств и совершить шаги к той жизни, которой мы хотим жить, к той жизни, которую мы выбираем, вне зависимости от тех обстоятельств, в которых находимся. И эта серия уроков будет полезна для каждого, вне зависимости от того, как вы проявляетесь в сегодняшнем дне. Предприниматель вы, наемный сотрудник, врач, студент или даже школьник. Для меня будет очень ценно быть полезным для каждого. И в серии этих роликов я с большим удовольствием и уважением готов поделиться с вами выжимкой, сливками той ценности, которую для себя открыл. И сила намерения. Сделайте паузу после просмотра первого видео и подумайте о том, почему для вас важно проработать стратегию вашей жизни. Подумайте о своей жизни, посмотрите на себя словно со стороны. Куда идет ваше время? Куда ведут ваши решения? Как вы проявляетесь сегодня? Ведь мы каждым нашим словом, действием, поступком постоянно сеем. И вопрос лишь в том, что. Итак, первое небольшое задание, которое вы можете выполнить в комфортном для себя темпе, или поразмышляв об этом, или записав на листке бумаги ручкой. Почему тебе важно проработать стратегию своей жизни? Слово стратегия наверняка для тебя меньше значит, чем для меня. Ведь каждое слово – это коробка, и смыслом его наполняет тот, кто его слышит. Но как бы то ни было, что бы это слово для тебя не значило, просто подумай, а почему тебе важно проработать стратегию твоей жизни, мой дорогой зритель? Итак, первый урок подходит своему завершению. В следующем уроке тебя ждет открытие тех ресурсов, которые в тебе уже есть, для того, чтобы отправиться в этот путь реализации стратегии и открытия ее своей жизни. С тобой был Альберт, пока!